Это индустриальные видеоновости Видеомани. Самое интересное, что произошло в мире видеоигр за прошедшее время. Мы вернулись после небольшого перерыва. Сегодня в выпуске. Tokyo Game Show. Японская индустрия в кризисе. Старт Fallout 3, Little Big Planet и Gears of War 2. Мировой финансовый кризис и его последствия для игровой индустрии. Осужден за торренты. Новый прецедент в России. Последствия распродажи Вивенди. Тим Шафер остался неудел. А также новости игрового кино и многое другое прямо сейчас. Японская игровая индустрия в кризисе. Таковы итоги прошедшей второй главной игровой выставки мира. О проблемах разработчиков Страны Восходящего Солнца говорят давно. Хидео Кодзима уже не раз в этом году затрагивал тему превосходства западных девелоперов в технической и организационной частях. Тим Сайлент во главе с Акирой Ямаокой и вовсе отдали новый Silent Hill Homecoming весьма средним разработчикам The Collective со словами «У них лучше получится». Теперь настал черед и Square Enix. Глава компании, которая в последние годы все больше походит на японский аналог Electronic Arts, Ечи Вада, на TGS 2008 не только озвучил известные проблемы, но и заявил о необходимости сформировать японский альянс разработчиков. При этом все участники альянса должны сохранить независимость и индивидуальность. Действительно, если взглянуть на представленные тайтлы, то стагнация налицо. Да, Resident Evil 5 великолепен. Final Fantasy XIII, новые Star Ocean, Monster Hunter наверняка будут хороши, а Kings of Fighters XII, Tekken VI и Street Fighter IV окажутся замечательными файтингами. Но это все нам известно из года в год. Другие франчайзы идут прямой дорогой в трэш. Очередной Tenchu, Очередной Dynasty Warriors, Очередной Gundam, Очередная Castlevania. Японские разработчики сами загнали себя в капкан. Новые IP появляются, но часто являются повторением успешных формул. Также Bayonetta интригует, но вряд ли при взгляде на нее кто-то не вспомнит о Devil May Cry. Большинство японских игр делают большую ставку на сюжет и мир игры. Но именно производство этих элементов дорожает из года в год, да и в разработке подобные проекты находятся до трех-четырех лет. Неудивительно, что японские гиганты очень медленно реагируют на тренды индустрии. Даже создать старые размашистые концепты на новом техническом уровне – сложная задача. На придумывание нового и вовсе времени нет. Но сейчас, видимо, лед тронулся. Результат этого, впрочем, мы увидим не скоро. Яркие моменты Tokyo Game Show 2008, видео из Dead Rising для V с рок-концертом зомби, новый трейлер фильма Resident Evil Degeneration, демонстрация White Night Story, презентация долгожданной яркой Yakutsa 3, и показ новой игры в стиле Crimson Skies от авторов Ace Combat, Skycrawler Innocent Aces для V. В остальном шоу прошло спокойно или, скорее даже, уныло. В Konami ничего не оставалось, как продвигать Metal Gear Online. Sony показывал различные стилизованные комнаты в своем многострадальном хоу. А основной интерес вызывали западные разработки. Приехали на выставку Fallout 3, Prince of Persia, Bungie анонсировала приквел к Halo 3. Даже Хидео Кодзима пиарил Сакбоев из ныне главного английского хита Sony Little Big Planet. В ней, разумеется, появился Сакбой в стиле Снейка. Кстати, главная альтернативная игра года была в центре внимания весь прошедший месяц. Она стала центром рекламной кампании Sony на TGS и даже во время гонок на SCAR. Уилл Райт, создатель Sims и Spore, признался, что игра стала весомым поводом для покупки PS3 в его глазах, ибо исследует то же направление, что и он сам, создаваемый самими пользователями игровой мир. Со своей стороны заметим, что авторы Little Big Planet с этой задачей справились намного лучше Уилла. Не обошлось и без скандалов. Sony пришлось отзывать тираж игры в связи с тем, что одна из песен саундтрека содержала строки из Корана, что могло задеть чувства верующих. В результате выход игры задержался на несколько недель. Наша редакция ставит неут за трусость большой компании, ибо песня эта есть в нашей версии игры. Она великолепна, и даже сами мусульмане, послушав ее, не нашли в ее тексте ничего преступного. Ох уж этот мир сплошной политкорректности. BBC тем временем сообщили о том, что Media Molecule уже работают над сиквелом Little Big Planet и над развитием франчайзов других направлений. Стоит ждать комиксов, мультфильмов и игрушек. Мы уже послали Sony предложение выпустить на российский рынок сагбоев в форме редакторов игромании. Еще одна любопытная новость от Sony. Старушка PlayStation 2 стала открытой платформой. Теперь любой может сделать свою игру и вывести ее на рынок, не платя ни копейки гиганту. Такое в истории индустрии делается впервые. По словам Sony, это открывает большой простор для деятельности маленьких компаний с развивающихся рынков вроде России. Действительно, отечественная индустрия помнит не один проект для консоли Sony, так и не вышедший по разным причинам. Так, например, погибла первая разработка Акелы Axel Rage, которую в свое время попросту завернула Sony. Учитывая, что продается PlayStation 2 до сих пор лучше третьей, иногда обгоняет Xbox 360, подобный шаг Sony может привести к интересным результатам. Как говорится, поживем-увидим. Мировой финансовый кризис не мог не коснуться игровой индустрии. 31 октября акции Electronic Arts упали на рекордные 17%. В ближайшее время компания планирует уволить 600 человек в различных филиалах по всему миру. Винит Electronic Arts во всем розницу и потерю потребительского интереса и грозится развивать цифровую дистрибуцию. Ранее EA сообщили, что свернута разработка экшена Tiberium. Задержатся в производстве Sabotor, Lord of the Rings Conquest и Гарри Поттер и Принц Полукровка. При этом продажи у EA весьма неплохие. Спор достиг 2 миллионов всего за 3 недели. Тем же тиражом разошлись Mercenaries 2, NFL 09 обрел 4,5 миллиона покупателей. Впереди еще довольно сильная линейка потенциальных хитов. Глядя на положение вещей, Wall Street Journal опубликовал статью, где посоветовал Диснею купить Electronic Arts. Капитализация EA на данный момент составляет всего 7,7 миллиардов долларов, к еще недавним 19 миллиардам. А огромное количество интеллектуальной собственности, включая Dead Space, Mirror's Edge, Army of Two, Battlefield, могут послужить отличным материалом для киноподразделения компаний. К тому же Disney владеет ESPN, крупнейшей спортивной телесетью в Америке, что автоматом дает дивиденды для спортивной линейки EA. Рухнули акции и у Activision с THQ, хотя и менее значительно. THQ уже закрыла 5 студий. У Sony тоже проблемы. Компания почти на 60% снизила прогнозы доходности. При этом игровое подразделение держится намного лучше телевизоров и прочей бытовой техники компаний. В России все еще хуже. Крупные торговые сети просто-напросто не отдают деньги за проданные игры. Издатели срочно проводят сокращение штатов, расходов и приводят слияние внутренних студий. Многие сократили бюджеты на Игромир, который пройдет в начале ноября, так что выставка будет хоть и масштабнее по размерам, но при этом чуть скромнее по исполнению. Локализатор Snowball подал иск на своих давних партнеров из нового диска за невыплаты отчислений. Новый диск выступил с ответным иском. Поговаривает, что Нивал заморозил работы над шестыми Heroes of Might and Magic, потому что Ubisoft не платит по счетам. И, похоже, все это только начало. В ближайшее время российская игровая индустрия наверняка потеряет множество мелких команд и, возможно, даже издателей. Но Украине это уже произошло. Последние месяцы без работы остались сотни сотрудников. Как шутят наши коллеги, при текущей ситуации в Киеве можно на шару сделать Fallout 4. Вероятно, медийный рынок также пострадает, ибо многие издатели уже сокращают или отзывают рекламу из профильных изданий. Мы в Агромании пока не сильно волнуемся. Наши издания, в отличие от большинства, существуют в основном за счет продаж. И пока вы читаете и смотрите нас, мы продолжаем работать. За что вам, собственно, большое спасибо. Также этот месяц запомнился и российской игровой индустрии, окончанием громкого дела о похищении русской версии Assassin's Creed. 27 октября студент четвертого курса МГУ решил взять на понт друзей по торрент-трекеру и выложил русскую версию игры за месяц до премьеры. После проведенного расследования выяснилось, что игру студенту передал один из сотрудников Акелы, которому он пообещал не распространять игру дальше себя. Согласно пресс-релизу управления, найти злоумышленника удалось по IP, несмотря на то, что вычислить следователи смогли лишь диапазон адреса. Дальнейшему установлению физического адреса студента помогли некие непонятные следственные мероприятия. Оны, как нам кажется, включали бейсбольные биты, противогазы и суровые взгляды на сотрудника Акелы. Результат – два года условно. Это уже второй прецедент с торрентами за год в нашей стране. При этом нашу редакцию удивляет мягкость правоохранительных органов. Конечно, условная судимость немало испортит человеку жизнь, но для изменения ситуации этого мало. Что касается Акелы, то, говорят, компания купила себе в офис детектор лжи. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Его детище впервые за годы приняли без упреков. Авторы, по его словам, прочувствовали все мелочи, которые было необходимо прочувствовать. Причем радость Питера подпортила новость о серьезном глюке. При определенных обстоятельствах в весте «Монгс Квест» персонаж Эббот не заканчивал свою речь, и игра просто-напросто стопорилась. Вот он, Xbox Live и самозакачивающиеся патчи. С этого месяца на Xbox еще и игры инсталлировать можно. До добра все это не доведет. Кстати, Fable 2 в России вышла полностью на русском. Громким анонсом месяца стал долгожданный онлайновый проект BioWare Star Wars Old Republic, слухи о котором ходят уже год. На презентации в Сан-Франциско побывал Олег Ставицкий и узнал некоторые подробности. Фактически, BioWare делает то, чего нашей редакции очень давно хотелось – сингловую игру, помноженную на масштабы ММО. За каждый класс персонажей будет своя сюжетная линия, причем полностью со своими героями, злодеями, сюжетными ходами и целью. По словам Рея Музыки, Old Republic – это Котор 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сразу. Это самый масштабный проект в истории компании. Онлайновая же составляющая будет привычной. Как два геймплея будут интегрированы друг в друга, пока непонятно, но нас уже смущает визуальный стиль игры. Цветовая гамма World of Warcraft, смешанная с откровенно дурацким стилем Clone Wars, это натуральный беспредел, за который Джордж Лукас должен краснеть и вешаться. Помяните наше слово, если безвкусицу в стиле Clone Wars будут навязывать нам и дальше, Звездные войны перестанут восприниматься миллионами как святыня, классика жанра и пра-пра-правнуки Лукаса уже не смогут грести лопатой деньги из некогда мега-популярного бренда. Кстати, прохладно принятый прессой Force Unleashed перевалил-таки за миллион копий, доказав, что Лукас Артс по-прежнему обладает крупнейшей лицензией на печатанье денег. Но вернемся к РПГ. Главным игровым событием месяца все-таки стал выход Fallout 3 от Bethesda. Игра неожиданно получилась шедевральной. Фактически лучший РПГ со времен первого Котор. Более двух тысяч магазинов по всей Америке открылись в полночь с 27 на 28 октября. В Роквилле, близ Вашингтона, где и находится Bethesda, первые покупатели Best Buy могли пообщаться с создателями игры во главе с Тоддом Ховардом и получить автограф. Местное радио DC-101FM вело прямую трансляцию с ивента. На западном же побережье, в Лос-Анджелесе, на старте Fallout 3 отжигали Foo Fighters и вся гламура района, включая даже Кортни Кокс, которая, готовы спорить, джойпад в руках никогда не держала и про Fallout узнала только тем вечером. Почти сразу Fallout 3 возглавил английские чарты и занял первые места в других странах. Старт Fallout 3 омрачали лишь пираты, утянувшие версию для Xbox 360 почти за две недели до релиза. Впрочем, Bethesda огорчилась не сильно. Количество чипованных консолей в мире крайне мало. Не волновались по этому поводу и в 1С. До тех пор, пока в торрентах не появилась русская версия для ПК. Защищенная Star Force'ом игра была взломана за сутки. Теперь 1С подумывает отказаться от использования этой системы защиты. Официальные же продажи стартовали в ночь с 30 на 31 октября в пяти магазинах Эльдорадо в Москве. Не повезло Fallout 3 и в Индии. Там игру и вовсе запретили. Виною стали брамины. Корова, как известно в Индии, священное животное. А Fallout 3, оно мало того, что с двумя головами. Так еще и каждую отстрелить можно. Ну а убрать браминов из Fallout, это для разработчиков, сами понимаете, акт расизма, нигилизма и суицида одновременно. Как известно, США последние месяцы жили исключительно выборами президента. Обычное, казалось бы, дело, но именно эти выборы вошли в историю игровой индустрии. Дело в том, что один из кандидатов в президенты, Барак Обама, разместил рекламу сразу в нескольких игровых проектах. Он появился на билбордах в Burnout Paradise, а также в NFL 09. Шак оказался довольно дешевым и довольно удачным. Реклама в Burnout обошлась ему всего в 44 тысячи долларов, а шуму наделала на весь интернет. Также лагерь Обамы выпустил довольно забавную рекламу с посылом. Мол, смотря телевизор и махая вимоутом, страну не изменишь. Игровая индустрия не осталась в долгу. Electronic Arts наняли для рекламы Red Alert 3, так называемую Obama Girl, певицу, которая прославилась на всю Америку, песней в стиле «Хочу такого, как Путин». Соответственно, в версии от EA она воспевала президента-союзника. Но Electronic Arts пошли еще дальше. Они выпустили Барака Обаму и возможного вице-президента от лагеря Маккейна Сару Полин в качестве играбельных персонажей для Mercenaries 2. Что сказать, наш аплодисмент. Смотреть, как вероятный будущий президент Америки разносит Венесуэлу за то, что ему выстрелили в задницу, это просто верх трэшизма и идеально вписывается в атмосферу игры. Губернатор Аляски, угоняющий вертолет, разумеется, тоже. Тему выборов подхватила и общественность. Один из студентов Южно-Калифорнийского университета создал мод для Half-Life 2, где два президента по клику мышки вступали в дебаты друг с другом. Позже на сцене появлялся Хэт Краб, а в конце оба кандидата, что интересно, погибали. Какое здравое отношение к политике. Впрочем, куда интереснее поступили машинема.ком. Они выпустили уморительный ролик, посвященный дебатам в World of Warcraft. Обязательно посмотрите в дополнительных материалах. Ну, Макгейн — это, конечно же, воин ночных элфов. Они живучие, так же, как и он. Они так же ведут насыщенную и бурную жизнь. Колледж-хюмор так же не остались в стороне. Узнав о том, что Барак Обама размещает рекламу в играх, они предложили его штабу еще несколько вариантов размещения. Надпись HOPE, то есть надежда, на борту американского БТР в Ираке из МГС-4 нам особенно нравится. Кстати, если вам интересно, какие политические предпочтения у видных лиц игровой индустрии, то глава Electronic Arts Джон Ричи Тьелло и президент Rockstar Games Сэм Хауза пожертвовали около пяти тысяч в демократический лагерь Обамы. Гейб Ньювелл и Ричард Гэрриот также поддерживали кандидатов от Демократов. А вот Уилл Райт и глава Activision Gothic пожертвовали свои сбережения Макгейну. А теперь малозначительные, но от этого не менее интересные события, произошедшие за месяц. Все поклонники знаменитого адвоката Джека Томпсона могут возрадоваться. Бедняга довыпендривался и постановлением суда с 25 сентября лишен лицензии. Чем займется обидчик видеоигр, пока не ясно. Ожидающим GTA 4 на PC придется подождать. Игру перенесли на начало декабря. Также переносу подверглась и Saints Row 2. Довольно популярный клон GTA появится на ПК лишь в девятом году. Gears of War 2 запретили в Германии и Японии. Видимо, вырезание сердец у гигантских червей, стоя по горло в крови, не понравилось соответствующим организациям. Глупые ничего не понимают. 25 ноября в магазинах Америки появится официальный саундтрек Стива Яблонски к последнему творению Epic Games. Работа не такая интересная, как его шедевральные дорожки к острову или трансформеров, но явно заслуживающее внимание всех поклонников Gears of War и талантливого композитора. Ниссан с гордостью сообщил, что в новом Need for Speed Undercover состоится премьера Ниссан 370Z, который в автосалонах появится лишь в следующем году. Видимо, для кого-то это важно. EA вскоре выпустит аддон для спор, который серьезно расширит космическую составляющую игры. Но что-то нам подсказывает, что как с Sims не получится. Ричард Гайрёд приземлился. За 10-дневное путешествие в космос он отдал 30 миллионов долларов. Наряду с Сергеем Волковым он стал первым астронавтом во втором поколении. Мы встретились с Ричардом до его отправки на Международную космическую станцию и взяли у него интервью. Смотрите его в рубрике «Лица». Прошедший месяц принес немало известий с фронта экранизации видеоигр. Наконец, в прокат вышел фильм по Макс Пейн. Мало кто ожидал от него откровений, но даже скептики долго плевались. Настолько глупой и бесформенной получилась картина. Это не помешало ей возглавить бокс-офис и собрать 18 миллионов за первый уикенд, заняв тем самым место сразу после «Сайлент Хилла» и последних частей «Резидент Ивел». Интересны здесь заявления Скотта Миллера, босса 3D Realms. Увидев шквал разгромных рецензий, он заявил, что сюжет фильма обладает серьезными изъянами и во время просмотра он чуть ли не рвал на голове волосы. Однако, увидев 50-миллионные сборы картины, Скотт в интервью «Эдж» заявил, что гордится картиной, и подобные показатели невероятно увеличивают вероятность сиквела. Не дай бог. Мы лучше подождем фильм по Gears of War. Он, по заявлению сценариста картины Криса Моргана, будет максимально близок к игре. Крис заявил, что невозможно сделать картину, не показав Emergence Day и не задействовав Маркуса и дома в эпицентре событий. Вообще, Legendary Pictures, студия, с которой Эпик работает над картиной, похоже, не на шутку влюбилась во франчайз. Причем любовь эта дошла до того, что Legendary всерьез говорят о возможной покупке Эпик Геймс. Правда, Майкл Кэпс в свое время сказал Антону Логвинову, что даже у Майкрософт нет столько денег. Словом, поживем увидим. Еще один экшен со здоровыми мужиками в броне попадет на киноэкран. Кинокомпания Universal приобрела лицензию на недавний хит EA Ami of Two. За сценарий возьмется автор ультиматума Борна Скотт Берн. Также Electronic Arts уже продали сценарий на Mass Effect голливудскому продюсеру Ави Араду, который ответственен практически за все экранизации комиксов последних лет, включая Человека-паука и Айрон Мэн. Впрочем, приобретение прав продюсерам ничего не значит. Они могут пылиться у него не один год. Ну а экранизация Mass Effect в наших глазах выглядит куда интереснее би-экшена про наемников. Еще одна интересная новость. Сэм Рэйми, знаменитый режиссер Spider-Man и Evil Dead, высказал мнение, что по World of Warcraft можно сделать потрясающий фильм. Нужны лишь талантливые сценаристы. О фильме по World of Warcraft говорят уже давно, но новостей о нем все нет и нет. Боссу Blizzard Майку Морхайму даже пришлось успокаивать публику. Недавно он заявил, что сценарий уже написан, но если они скажут больше, их убьют. Словом, ждем. Тем временем Пол Андерсон объявил, что, вероятно, его высочество все же напишет сценарий четвертой картины Resident Evil. Впрочем, у знаменитого экранизатора игр в последнее время всегда что-нибудь не получается. Недавний автомобильный экшен Dead Race, который Пол писал и режиссировал, завалился именно на сценарий. Будем надеяться, четвертого резидента это не коснется, и Мила Йовович все-таки захватит мир. Грандиозное слияние Activision и Вивенди, в результате которой получилось почему-то Activision Blizzard, как известно, окончилось тем, что многие разработчики и проекты остались без крыши над головой. Вивенди отдала обратно лицензию на Джейсона Борна. Действительно, зачем он нужен, если есть лицензия на Бонда? Также выкинула на улицу охотников за привидениями. В самом деле, кто о них сегодня помнит? Следом пошла Massive Entertainment с их World in Conflict. Все равно ведь в Call of Duty людей играет больше, чем в РТС. Ну и в целом еще ряд брендов и интересных проектов полетели прямиком на распродажу, или вовсе в забвение. Единственный положительный момент здесь известен. Монолит, как мы уже говорили, вернула себе Fear 2. Только вот остальные разработчики все еще ищут пристанище. Слава богу, после долгих скитаний охотники за привидениями такие попали в руки Катари. Дэн Эйкроид, знаменитый комик, актер и создатель франчайза, заявил, что игра будет готова через год. А вот Тиму Шаферу не повезло. Его безумный рок-приключение Brutal Legend с Джеком Блэком в главной роли до сих пор не нашло пристанище. Поговаривает, что этому мешают в самой Activision. Непонятны только мотивы. Мы же скрестили пальцы и желаем главному кумиру нашего квестового детства успехов. К сожалению, пока даже MTV Games, поклонники Шафера, не рискнули взять проект. А глава Electronic Arts Джон Ричи Тьелло сказал, что финансирование подобной игры очень рискованное мероприятие. В качестве утешения он заявил, что иногда рискованные проекты оборачиваются грандиозным успехом. В общем, мы считаем, что все это как нельзя лучше показывает сегодняшнее состояние индустрии. А Activision Blizzard вручаем награду за глупость. Достаточно было переименовать Brutal Legends в Guitar Hero Adventures, чтобы обеспечить игре успех. Впрочем, у создателей Guitar Hero есть чем заняться. MTV и Electronic Arts наступают со своим альтернативным франчайзом рок-бэнд им буквально на пятки, несмотря на куда меньшие продажи. После выхода Guitar Hero Aerosmith и Guitar Hero Metallica все ждали, кто и когда решится выйти с аналогичным проектом по Битлз. Выяснилось, что больше инициативы, считай денег, оказалось у создателей рок-бэнд. Работы над игрой идут уже 17 месяцев, а MTV заявили, что это будет целый франчайз. Ну и в заключении немного о закулисной жизни индустрии. Авторы комедии Street Fighter в поздние годы создадут новый комедийный сериал под названием Ray Union, то есть воссоединение. Сюжет продолжит события поздних лет, последние серии которых вы сможете посмотреть в ближайших выпусках Видеомании. PlayStation 3 за 17 тысяч долларов? Это реально! Энтузиасты из Morphin Mods подвергли консоль Sony просто-таки шикарному моддингу в стиле Metal Gear Solid 4. Они полностью изменили внешность консоли вплоть до значка PlayStation, который заменил эмблема Foxhound. Также авторы приделали подсветку, сделали джойпад и дополнили комплект различными предметами из МГС-4, включая баночки с энергетиком. Кроме того, во время раздачи автографов на старте МГС-4 они подсуетились и попросили расписать консоль Хидео Кодзиму и актрису Юми Кикучи, чем многократно увеличили ценность моддинга. Всего за неделю торгов на eBay модифицированная PS3 достигла ценников в 17 тысяч и 100 долларов. 15% выручки пошло в благотворительный фонд Penny Arcade Child Play. Авторы космического хоррора Dead Space поделились рассказом о том, как им удалось создать таких тошных и правдоподобных монстров. Оказалось, что они внимательно изучили фотографии жертв автомобильных аварий. Честно говоря, не самое правильное признание со стороны разработчиков. еще больше вляпались разработчики Deus Ex 3. Ведущий дизайнер игры Жан-Франсис Дугас в интервью английскому Edge рискнул заявить, что первый Deus Ex был медленной игрой. Тем самым, он мгновенно уничтожил и без того сомнительный проект в глазах поклонников шедевра 2001 года. Теперь очевидно, что команда студентов, пишущих на благо киберпанка, слабо представляет, чем же оригинальный Deus Ex был так хорош и уникален. Будем надеяться, Жан-Франсис до конца разработки пробудет в увольнении. Microsoft запатентовала технологию рилтаймовой цензуры. То есть то, что вы говорите во время игрового чата, в будущем вполне возможно будет контролироваться программным обеспечением. Одним нам кажется, что это бред и покушение на целостность геймплея. Без матов в Call of Duty нельзя. Уже появились первые примеры народного творчества на основе последнего хита Sony Little Big Planet. Одному из японских энтузиастов удалось сделать настоящий скролл-шутер в редакторе игры. Он повторяет первый уровень классического Градиуса вместе с боссом. При этом все работает с реальной физикой. Наши аплодисменты. Честно говоря, мы и представить себе не могли, что такое возможно. Ну и разумеется, наша индустрия не могла не отметить праздник Хэллоуин. В его честь игроки по всему миру сделали тыквы в виде героев различных франчайзов. Не перестаем удивляться таланту и терпению некоторых геймеров. Наши аплодисменты. Особенно авторам тыквы по Fallout 3 и, разумеется, вечно забавным кроликам. Сами же разработчики отметили Хэллоуин довольно кисло. Только из-за стенков BioWare просочились фотографии разработчиков с непомерно большими лазерными мечами. Напомним, в прошлом году среди девелоперов модно было наряжаться в героев Team Fortress. Этим баловались NCSoft, Volition, BioWare, EA Los Angeles, Nihilistik и Blizzard. На этом все. Продолжение темы в игровых новостях с TGS 2008.